В Казани немало участков, где снегоуборочная техника не была с самого начала зимы. Один из таких участков располагается на улице 2-я Юго-Западная. Под огромной толщей снега находится опасный лед. И упав, покалечившись, можно сразу же начать лечение, не отходя, как говорится, от кассы. Дело в том, что здесь по соседству располагается медицинский центр. Жители окрестных домов говорят, что городские коммунальные службы как будто забыли об их существовании. В глубоком грязном снегу автомобили двигаются с огромным трудом. Каково пешеходам, старикам и мамочкам с колясками. Вот сейчас здесь буквально я поднималась по горке, у меня снег, коляска не едет и лед. Ну, могла бы упасть. Вот. Ну, на самом деле вообще не думают о людях. Как будто зимой мамочки, инвалиды не ходят, они сидят дома. Вот мы три дня не выходили, потому что у нас не чистили снег около двора. Наля Шакирова уже не рада, что накануне вечером решила отправиться по делам на остановке общественного транспорта, что Чуйкова подскользнулся, упал на попу. Думала, что все обойдется, но к утру почувствовала себя плохо. А потом спиной и головой. Прям я крикнула так, чтобы все разбежались. И от ужаса очень сильно вроде бы было, а вроде головой хорошо. Ну, значит, и снизу тоже хорошо. Ну, просто как сесть мне, как встать, мне больно. Травпункты на Дорадского с утра временной затишье с тревогой ждут вечера. За сутки медучреждения может принять не более 60 пациентов. А накануне за помощью к ним обратилось 75 жителей города. У молодых это страдает голеностопный сустав, то есть растяжение, переломы лодыжек. У пожилых больше идет переломы нижней трети предплечья и ребра. Довольно много пациентов у нас с ушибами грудной клетки. Но это в основном пожилые люди. Почему от гололеда страдают? И сами врачи. Одна из сотрудников стравпункта сломала руку три недели назад. И вот так с Лангетой теперь занимается описанием рентгеновских снимков пациентов. Среди них и Татьяна Петушкова, пенсионерка, говорит, что перелом ноги получила накануне днем. Подскользнулась, когда переходила в проезжую часть. Так вот упала, и у меня, знаете, как нога прямо, как-то вот так она прямо вот так загнулась. Вот говорят, операцию, наверное, будут делать. Леня Центбал руку сломала на горнолыжке. Упала, и вот сегодня ей накладывают гипс. По мнению женщины, в этом году можно и не выезжать за город вовсе, а устраивать заезды прямо на казанских улицах. Я хочу сказать, очень все любят вечерние прогулки. В эту зиму они просто невозможны. Их просто все убрали из своего списка пункта, потому что очень скользко. Травма опасна. Врачи-травматологи, поэтому настоятельно и просят пенсионеров издержаться от прогулок по вечернему городу, походов, по делам и магазинам. Лишний раз не выходить из дома. Потом, когда окончание зимы еще далеко, а судя по состоянию тротуара в Казани, ближе к весне станет совсем тяжело. Елена Горбунч, Король Галявов, Телеканал ФИР.